Всем привет! Сегодня Chery Tiggo 4 Pro на обзоре и на тест-драйве. Пойдем посмотрим, что за машина. Автомобиль на тест-драйв предоставила компания Luna Auto, официальный дилер Chery. И вот он, наш красавец, Chery Tiggo 4. Ну, красавец, это правда, про него выглядит прям прикольно. Гораздо интереснее, чем то, что было до этого. Это, по сути, рестайлинг. Насколько я понимаю, кардинально новой эту машину назвать нельзя. Рестайлинг очень похож на 7 Pro. Видите, вон стоит 7 Pro. И решетка радиатора теперь в том же стиле, где-то примерно похожем. И фары похожие. Здесь, кстати, диодная полностью оптика, диодные ходовые огни. То есть, ну, и узнаваемый у нас дизайн теперь. Сейчас поближе познакомимся с автомобилем. Но брошюры даже по нему сейчас нет пока. Я мало чего про него знаю. Вот сейчас, что мы увидим с вами, то я про него и расскажу вам. Ну, начиная с внешности. Видимо, красные молдинги у нас есть на юбках. У нас здесь красные суппорты. Красные вставки на дисках. То есть, у нас стайлинг-пакет, видимо, какой-то. Что подобное. Я вот еще здесь, кстати, вижу антикоррозийную обработку. Похоже, дилерская уже. Вряд ли это с завода. Но если с завода, то это вообще топ. Вот так вот под арками выглядит. Здесь еще тоже красные вставки имеются. Сзади тоже дисковые тормоза у нас. И тоже красные суппорты тормозные. Таким образом это все выглядит. Здесь тоже подкрылки как будто бы стоят. Интересно, это с завода или у дилера, честно говоря. Не знаю даже. Но выглядит таким образом все. Боковая линия так выглядит. Гораздо интереснее, еще раз повторюсь, чем было это в прошлый раз. Сейчас дам еще общий план вам, чтобы вы могли оценить внешность автомобиля. И сейчас еще сзади покажу вам. А таким образом сзади выглядит автомобиль. Черед Тига 4 Pro надпись. Тоже похожие фонари, они диодные сзади здесь. Давайте сразу посмотрим багажник. Нет у нас здесь электропривода, но есть камера заднего вида. У нас их здесь 4, круговой обзор. Есть парктроники сзади. Таким образом выглядит багажник. Здесь мое барахлишко и дорожный набор. В багажнике у нас имеется подпол. Сейчас покажу вам его. В подполе докатка. Знак аварийной остановки и инструменты. Даже немножко вибропласта проклеен. Багажник довольно большой. Учитывая то, что автомобиль сам маленький достаточно для таких размеров, вполне сносный багажник. Сейчас посмотрим, как раскладываются сидения. Задний ряд. Сидения в пропорции 60 на 40 раскладываются, но ровного пола не получается. Но багажник можно увеличить таким образом. Сзади выполнено все из кожи. Красная прострочка, красные вставки. Я думаю, что это все-таки стайлинг пакет. Какой-то перфорированная кожа здесь у нас. Подлокотник имеется на заднем ряду. Также подогрев сидений у нас двухдиапазонный, я вижу. И одна USB-зарядка. Ну и воздуховоды, соответственно, есть. Должно быть тепло здесь. Карта дверей заднего ряда таким образом выглядит. Здесь простой пластик, но вставки из кожи. Это хорошо. Сейчас посмотрим, сколько места тут. Кстати, обратите внимание, еще люк есть. Это, видимо, топовая прям версия. Люк. Небольшой, правда, но имеется. Такое количество места на заднем ряду. Я сижу сам за собой. Сиденье максимально вниз опущено и подвинуто на мой рост. Мой рост в районе 170 сантиметров. Мне более чем достаточно места здесь и над головой, и в коленях. В принципе, учитывая размер машины, прям хватает места. Классно. Еще одна штука, на которую хотел обратить внимание. Это вот такие вот резиновые уплотнители. Они закрывают пороги, они у нас чистые должны оставаться. То есть полностью закрытое все остается. Пластик как бы намекает нам на то, что это паркетник, но привод у нас только передний. Полного привода нет четверки. А был бы, было бы супер. Восьмерку завезли. Неплохо бы теперь и сюда его поставить. Сейчас покажу подкапотное пространство. Как я говорил, уже информации пока мало про него. Даже на официальном сайте, на момент съемок ничего нет. То есть здесь у нас полторалитровый двигатель и вариатор. Сто с чем-то лошадиных сил, я точно не знаю. Но, наверное, может быть, когда вы уже смотрите, информация есть. Так выглядит подкапотное пространство. Ну и теперь познакомимся с водительским местом и с его функционалом. Здесь есть бесключевой доступ. Видим мы сенсорный цвет. Кстати говоря, здесь перламутровый. То есть он переливается. Это не просто белый, как холодильник. Классный цвет. Открываем автомобиль. Тоже, кажется, дверей похожим образом выглядит. Здесь пластик мягкий уже. Здесь обшит кожей. Тут мягкий пластик. То есть материалы отделки довольно хорошие. Сидение у нас с перфорацией. Ярко выраженный профиль боковой поддержки. Кстати, перфорация на боковой поддержке. Даже это тоже очень хорошо. Не только здесь. Сидение выглядит неплохо. Регулировки у нас есть электрические. Поясничный упор. И, соответственно, вверх-вниз. И все двигается на электромоторах. У пассажира, правда, такой привилегии нет. Сидение похожее, но регулировки механические. И здесь, кстати, обратите внимание, так же, как в семерке. Здесь вообще в целом салон очень похож на то, что есть в Cherry Tiggo 7 Pro. Только вот здесь не глянец, а вот такой пластик, который не так будет царапаться. И это классно на самом деле. Вот это вот вообще молодцы. Они что, убрали рояль отсюда? Вот ниша. Здесь можно что-то положить. Смартфон. Есть у нас возможность подключить его по кабелю. Соответственно, синхронизировать. Зарядка и еще одна розетка. Беспроводная зарядка тоже в удобном месте. Но сейчас подробнее с функционалом ознакомимся. Вот так выглядит салон в автомобиле. Я говорю, очень похож на семерку. Здесь у нас подсветка есть фоновая. Тоже красные вставки. Выглядит неплохо все это дело. Заводится с кнопки у нас автомобиль. Это дисплей бортового компьютера. 20 литров сейчас показывает расход. Ну, 65 километров всего пробег. Расход неправильный. Я не знаю даже, какие цифры официальные. Давайте знакомиться с функционалом. Есть у нас курсовая устойчивость. Она отключается. Корректор фар. Помощь при спуске с уклона. Здесь знакомая уже нам консоль. Видим мы, что есть функция автохолд. Электронный ручник. Селектор переключения передач. Ручной режим есть. Подрулевых лепестков нет. Руль с кнопками. Есть у нас круиз-контроль. Правда, здесь, похоже, не адаптивный он. Но круиз имеется. Было бы странно. Класс вообще на самом деле. Это довольно низкий этого автомобиля. Но по опциям сейчас посмотрите. Здесь довольно много всего. Мультимедийная система с подключением смартфона. Это, я так полагаю, то же самое, что было до этого. То есть это Kudelink их. А, нет, Android Auto. Android Auto. Убрали Kudelink. Сейчас схожу кабель, возьму. Посмотрю, как это работает. Но пока посмотрим, что у нас по климату. Климат у нас. Клин Айр. Это функция чистого воздуха какая-то, по всей видимости. Климат-контроль у нас двухзонный. Охлаждать начал автомобиль. На солнце нагрелось сейчас. Довольно не шумно работает. То есть мы можем регулировать температуру воздуха еще и для пассажира переднего ряда. Ничего неудобно. Все сенсорное. Я, честно говоря, не любитель сенсорных клавиш. Я любитель ручек. Но вот здесь мультимедийная система может управляться клавишами. Хотя я бы лучше поставил регулировку температуры воздуха ручную. Дальше по функционалу. У нас тут имеются камеры. Камеры кругового обзора. С адаптивными направляющими. С шикарным разрешением. Отлично. То есть то же самое, что на семерке в этом смысле. Ну и, соответственно, это у нас режимы вождения. Есть эко-режим и спорт-режим. А вот нормал бы еще был бы обычный. Короче, варианта два. Либо эко, либо спорт. Мы, конечно, в спорте поедем. Посмотрим, как он себя ведет. Так, я хочу посмотреть, как работает Android Auto. Сейчас хожу за кабелем. Подключил по кабелю смартфон. Да, у нас нормальный теперь Android Auto здесь стоит. Раньше была тут своя система. Куды Линкона называлась. Теперь это нормальный Android Auto. Зашибись, честно говоря. Потому что раньше довольно тяжело было это подружить со смартфоном. Во всяком случае, мне было неудобно. Сейчас нормальный Android Auto. Все классно вообще. Для тех, кто не знаком вообще с автомобилями Cherry, проходите по ссылке в описании к ролику. Там будет плейлист. И там будут практически все, все даже, наверное, автомобили, представленные в России от марки Cherry. И я там рассказывал про мультимедийную систему. Почему я обратил внимание. Раньше там стояла Куды Линк для связи Android с мультимедийной системой автомобиля. Сейчас нормальный Android Auto. И это вообще отличная новость. Прямо отличная. Потому что мне не нравилась эта система. Постоянно приходилось с каким-то бубном ее соединять со смартфоном. Сейчас все нормально, отлично работает. Это супер. Я не знаю, видно вам на камере или нет. Вот здесь имеется подсветка. Как она регулируется, я пока не находил. Но это не критически важно. Кому нужно будут, найдут люди. Я еще, кстати, обратил внимание. Здесь есть вот такой бокс. И он довольно глубокий. И внутри охлаждаемый. То есть там есть клапан, который мы можем открыть. И сюда будет подаваться холодный воздух. То есть мы здесь даже напитки какие-то можем охладить. Тоже супер. Выглядит ключ вот таким образом, кстати. Довольно просто. Открыть, закрыть, открыть багажник. Багажник без электропривода. Люк. Он у нас открывается на проветривание. И, соответственно, небольшой, конечно, вот. Можно по размеру руки понять. То есть даже маленькая женщина сюда не вылезет. Вот. Но в целом он имеется. Это прикольно. Прежде чем поедем кататься, еще раз напомню вам, что автомобиль я взял в компании Луна Авто. Это официальный дилер Черри в городе Новосибирск. Ссылку на группу ВКонтакте дилера и на сайт я оставлю в описании к ролику. Идите, смотрите стоимости. Надеюсь, когда ролик выйдет, они уже там появятся. Потому что я даже цену не знаю сейчас автомобиля. Если вы захотите автомобиль купить в городе Новосибирск, в описании будет форма. Заполняйте ее. Сделаем вам хорошее, насколько это возможно в реалиях нынешнего мира, коммерческое предложение от официального дилера Черри Луна Авто. Все, мы поедем сейчас кататься. Так, сейчас начнем наш тест-драйв. Для начала я хотел бы обратить внимание на музыку. Здесь стоит штатная какая-то музыка. Никаких наклеечек нет, говорящих о премиальности. Шесть динамиков я насчитал, может быть больше. Я насчитал шесть штук. Как звучит, послушать можете только через петличку. Не знаю, оцените вы это или нет. Но на мой вкус, звучит она неплохо. Как для штатной. И низкие частоты есть, и высокие слышно хорошо. И настройки эквалайзера имеются. Неплохо звучит. Музыка в целом нормальна. Дальше хотел бы обратить внимание на эргономику. Вот с эргономикой, единственный просчет, сидение регулируется по высоте, но подушка по углу наклона не регулируется. Это вот во всех Черри есть такая фигня. И это не исправляют. Я думаю, что на это никто внимания не обращает. Но вот то, как устроена консоль, я покатался сейчас просто немного. И уже могу сказать, в семерке еще говорил, очень удобно то, что беспроводная зарядка расположена вот здесь. То есть, соответственно, мы здесь прорезинный коврик. И мы еще можем смартфоном, ко всему прочему, управлять. Он у нас в доступе находится вот возле руки. Вот в этом смысле вообще топово. Камеры, опять же, камеры с шикарным разрешением, с адаптивными направляющими. Вот сейчас видно, вам должно быть переднюю камеру. Отлично, удобно в пробках. Можно различные режимы включать. Допустим, 3D режим. Можем поповорачивать наш автомобиль. Я надеюсь, видно вам. У меня есть не без оператора. Вообще шикарно. Сейчас начнем наш тест-драйв. Я на площадке экспо-центра. В окно, наверное, вам тоже ничего не видно особо будет. Сейчас в обычном драйв-режиме я хочу попробовать, как машина управляется. Я последний раз на четверке ездил, черт знает когда. Много лет прошло уже. И я хочу сейчас попробовать, как управляется машина. Но нету ощутимых кренов. Вот здесь у нас сделали подвертолетную площадку, разметку на экспо-центре. Ну вот активно я поворачиваю. Скорость. Переставки. Нет активных кренов. Активных. Больших. В принципе, управляется хорошо машина. Еще раз. Разгонимся. Да, то есть что-то обернуть. Какое-то препятствие. Объехать у нас получится на скорости тоже в том числе. Сейчас попробуем что-то типа змейки. Между бордюрами. Да. Отлично управляется автомобиль. Курсовая устойчивость у нас тут имеется. Нормально все с управляемостью. Мне во всяком случае нравится. По шумоизоляции, что могу сказать. Опять же, вы слышите в петличку. Я не знаю, какая она здесь. Я не разбирал автомобиль. Есть ли она тут вообще. Но в целом, что касается акустического комфорта, нормально. Опять же, открытый люк. Когда мы его закрываем, там есть полка в багажнике. Все это дело у нас, в принципе, создает ощущение того, что здесь неплохая шумоизоляция. Меня устраивает в целом. Во всяком случае, у меня нет претензий на то, чтобы она должна была быть как в Rolls-Royce. Поэтому нормально все. Нашел, кстати, как управляется подсветка. Все это здесь настраивается в мультимедийной системе. Довольно интуитивно понятно. То, что здесь есть Android Auto теперь нормальный. И это тоже хорошо. Сейчас поедем прокатимся по трассе. И посмотрим, как на скорости побольше, чем 60 км в час, автомобиль себя чувствует. И слышен ли шум какой-то. А вариатор здесь с имитацией переключения передач. Проехали, кстати, сейчас лежачие полицейские. Хорошая подвеска. Интересно настроена. Она, опять же, управляется хорошо автомобиль. И довольно комфортная при этом машина получилась. Что касается ускорения. Нормально везет этот полтора литровый двигатель. Машину она, видимо, весит немного. И ускоряется довольно бодро. Есть имитация переключения передач. Соответственно, мы можем даже побаловаться немного. Можно даже вручную их попереключать. Как будто бы. Шумоизоляция на скорости 100 км в час. Немножко от зеркал слышно. Стекла не двойные. Было бы странно, если бы они здесь были двойные. Но в целом нормально. То есть, вот, опять же, я с вами разговариваю. И вы слышите меня нормально, я думаю. По опциям еще что не назвал. Есть подогрев сидений трехдиапазонный. И переднего ряда, помимо заднего ряда. Есть обогрев руля. На руле включается. Есть обогрев стекла нитями полностью. Датчики дождя, света. Нету зеркала с автозатемнением. А так, в целом, набор опций отличный здесь. Раньше даже примерно не было в четверке такого. И в целом, конечно, машина лучше стала гораздо. Такой обзор и тест-драйв получился автомобиля Cherry TIGA 4 Pro. Рестайлинг. Как вам эта машина? Пишите в комментариях. Как по мне, стала гораздо-гораздо лучше, чем была. Из старого осталась вот эта подкова только сверху. Лампа. Но она во всех автомобилях. Такая Cherry. Классная машина. Мне понравилась. Для этого класса, я считаю, топ. Ваше мнение пишите в комментариях. Интересно будет почитать. Также не забывайте про то, что помимо YouTube, если вы на YouTube смотрите, у меня еще есть ВКонтакте, Dzen, Rutube. Вообще, в принципе, все мои соцсети есть по ссылке в описании. Написано «Контакты». Нажимайте на ссылку, и там все соцсети. И нужные контакты будут кому важно и интересно. Также не забывайте, если автомобиль захотите купить, обращайтесь, заполняйте форму, которая есть в описании к ролику. Свяжемся с вами. Подберем вам хороший автомобиль. В нынешних условиях максимально возможно хорошее сделаем коммерческое предложение. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok